Всем привет! Мы находимся на Культфесте 2021 на южном берегу. Меня зовут Алик и мы проведем небольшой экскурс по локациям, которые здесь есть. Поехали! Сейчас мы находимся на кемпинге. Здесь располагаются люди, которые взяли палатки, разжигают костры, живут около пляжа. И я действительно испытываю тот экспириенс, который хочет дать Культфест. Я как человек, который два часа наблюдал вашу практику. Не осмелился, конечно, встать на гвозди. Но я наблюдал за людьми, которые все-таки решились испытать этот экспириенс. Могли вы бы объяснить, что это такое? Сегодня, как вы видели, люди стояли на гвоздях. В первую очередь это какой-то выход из своей зоны комфорта, выход за пределы себя. То есть мало того, что это какое-то желание и смелость попробовать что-то новое, попробовать новые ощущения и посмотреть дальше за границей того, что происходит. С нами сейчас Ксения, которая только что побывала на гвоздях. По 10-балльной шкале, насколько это больно? Ну, я думаю, на шестерочку. На самом деле, это был мой первый опыт. Я долго ждала этого момента сегодня. Ощущения ни с чем неописуемые. То есть это боль, это внутренняя борьба. Ты начинаешь сразу отрицать это. Сразу хочется слезть, избавиться от этого. Но потом с помощью дыхания успокаиваешься и чувствуешь тепло, дрожь. Советую. Мы встретили в Чилзон Илью, который играет на хангах. Вы же их делаете, да? Мы делаем немножко другие инструменты. Позже посмотрим, там лежат. Глюкофоны называются. Ханги-то, ну как, прародители, грубо говоря, глюкофонов, тех, которых мы делаем. Вообще появились в 2000-х годах в Швейцарии. То есть их там изготовили впервые и начали по всему миру распространять. Ну вот постепенно, постепенно везде появляется эта культура, развивается. Ну я где-то лет 5 уже играю так. У вас же еще магазин там есть, да, где можно приобрести, да, ханги? Да, мы там продаем. Входы, да? Да, на входе. Так, надо руками, да? Ребята, кто смотрит, всем привет. Слишком много было выпито на самом деле. Мы не ожидали, что столько людей, оказывается, могут столько пить. Построение построили сами при помощи местных ребят. Клевый опыт впервые ставить бар, особенно на территории. Это вообще я никогда не занимался такими вещами. Просто лежал и думал, а что бы нет? Если вы лежите и дофига мыслей думаете, пожалуйста, не думайте. Просто берите и делайте. Сейчас мы находимся в галерее, где вы сможете увидеть результат двухнедельной работы нашей резиденции, где собрались 40 музыкантов и художников из Центральной Азии. Все, что здесь создано, то, что я вам сейчас покажу, было сделано буквально две недели назад. Здесь есть инсталляции, здесь есть как большие работы, так есть и экспериментальные направления, работающие со стеклом, с папье-маше. В общем, со всем тем, что мы нашли на Иссыкуле за эти две недели. Иссыкуле за эти две недели. Всем привет! Мы сейчас будем кортировать вот этот угол. Мы отделим картон от всего другого мусора и попытаемся собрать из своей категории. Потому что, к сожалению, качество сортировки даже здесь не очень хорошее, скажем так. Но ничего, нам ребята помогают, так что я надеюсь, мы скоро закончим. Мы стараемся сразу же на месте разделять. Это для дальнейшего нашего процесса сортировки. И вот смотрите, сейчас мы, например, отделяем белые бутылки от цветных. Для переработки, для пунктов приема вторсырья. Им очень важно, чтобы уже приходило вторсырье разделенное. Белое, оно на первом месте стоит, а это второе место. И третье место, коричневые бутылки. Но их у нас нигде в Кыргызстане не принимают. Здравствуйте, мой зовут Майя, я из Исраэль. И мы были в Кыргызстане, в Кыргызстане. В Кыргызстане есть красивая музыка. Продолжение следует... В Кыргызстане есть красивая музыка. В Кыргызстане есть красивая музыка. Такая хорошая линейка, люди, много креативных людей, очень хорошая артистка. И, конечно, по-другому, это не улучшительный. Как вы думаете о музыке? Вы любите ее? Да, я очень люблю ее, очень хорошо. Я тоже люблю живую музыку. Здравствуйте, откуда вы? В Ишкек. Ой, здорово! Как вам нравится этот фестиваль? Очень классно, здесь все знакомые, все друзья, все собрались. И очень много иностранцев, новые знакомства, еще больше теперь друзей стало, прям супер. Что вы думаете о музыке? Мне больше нравится музыка на рейвах, вот там она более интенсивная. Но также уважение к иностранным диджеям, иностранным группам тоже очень круто все проходит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»